Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Никита и вы смотрите очередной выпуск передачи под названием Unusual Food. В каждом выпуске передачи Unusual Food я буду ходить в магазин и искать два продукта, которые я никогда не пробовал в своей жизни. Затем я их буду покупать, пробовать и рассказывать вам все их плюсы, минусы, вообще что я почувствовал, может какой-то запах у них необычный и так далее. Итак, этот выпуск не исключение. Идем в магазин. Субтитры сделал DimaTorzok Он на вкус очень интересный и так далее. Наконец-то я его нашел, купил и теперь буду пробовать. Начнем, как обычно, с рассмотрения данного фрукта. Ну что же, дорогие друзья, вот так выглядит наш фрукт под названием, да, тут даже написано Карамбула. Так, давайте его будем распечатывать и, естественно, пробовать. Вот такая тарелочка нам понадобится и, собственно, понадобится сам фрукт. Надеюсь, в этот раз я прям сразу прям прямиком открою и не буду мучиться. Да, друзья, ура, это свершилось. Я прям мгновенно открыл какой-то продукт. Так, вот так он выглядит. Быстренько так сполоснем, чтобы вот эту как-то слизь смыть. Будем, собственно говоря, резать нашу Карамбулу. Как я прочитал во всем известном интернете, ее можно есть как с кожуркой, так и без. Приступаем. Давайте ее просто так по центру разрежем и посмотрим, что же там внутри. Очень-очень красиво выглядит наша Карамбула. Как мне кажется, она может придать очень красивый вид нашему столу. Давайте будем ее пробовать. Попробовали с кожурой, теперь откроем ее как апельсин или как мандарин и пробуем без кожуры. Друзья, очень-очень необычный, так сказать, экзотический вкус у нашей Карамблы. Вкус яблока, только смешанный немножко с лимоном. Ну и того, и того, то есть лимона и яблока в Карамбле мало. Поэтому получается такой необычный вкус. Ну что ж, дорогие друзья, давайте пробовать второй продукт. Что же на этот раз я купил? Ладно, не буду вас топить, купил я себе вот такой необычный роутен. Роутен, думаю, все пробовали, но если нет, то вот так он выглядит. Ну, может, или так, это ширак там какой-нибудь, биктейл, ой, не биктейл. Вот такой роутен я нашел, чан-рамен. Мне как не показалось, какой-то китайский, очень необычный. Я его никогда не пробовал, и может быть он вкуснее, чем обычный роутен. Для начала, близко, быстренько его рассмотрим. Вот, так выглядит наша задняя сторона. Вот, я не буду читать состав, как многие просили, но если хотите, вот я так задержал тут. Нажмите на паузу, прочитайте. Давайте его уже открывать и, естественно, пробовать. Открываем наш, будем говорить, роутен или чан-рамен. Вау, что у нас внутри? У нас два каких-то пакетика. Видимо, это какая-то, да, бульон-приправа, а это приправа из всяких сухих трав. А здесь лапша. Так, масла здесь нету, как бывает в роутене. В общем, давайте сейчас все быстренько разведем, как это делается. Итак, берем такую тарелку, берем нашу лапшу. Так, ну, окей. И высыпаем это туда внутрь. Вау, тут прям травище. Может, как-нибудь послушать травище? Нет, травище, трава, трава. Тоже туда это все чувствует, да, такая химия. В общем, все, мы сюда засыпали, теперь осталось залить водой. У нас заранее подготовленная кипяченая вода и заливаем все это, так сказать, до уровня нашей тарелки. Все, мы залили так и сейчас, может быть, даже переложим в другую тарелку все. В общем, да, друзья, здесь у нас не очень влезает, поэтому быстренько так овал горячая перельем. Главное не пролить ним, а все туда. В общем, нам нужно закрыть это, естественно, какой-либо крышкой. У меня вот такая, закрываем, ждем, как тут написано. Так, 2-3 минуты. Ну что же, дорогие друзья, прошло не 2-3 минуты, а прошло уже 5 минут, потому что, когда прошло 3 минуты, она еще не до конца приготовилась. Но, тем не менее, давайте открываем. Вот так она выглядит после того, как она простояла в воде. Будем пробовать и вообще оценим, какова она на вкус. Ну что, дорогие друзья, давайте пробовать нашу лапшу. Естественно, я вам никогда не советую пробовать вообще. Я не то, что пропагандирую этот роллтон. Я иногда, так сказать, ем роллтон, но когда в дороге, в поеде, там просто ничего другого не придумаешь. И то я стараюсь как можно меньше. За всю дорогу, когда я ехал в Питер, 24 часа занимает путь от моего города до Санкт-Петербурга. Вот, я постарался так сделать, так растянуть, так много не есть, чтобы за всю дорогу съесть всего один роллтон. Поэтому я вам еще раз говорю, роллтон это вредная еда, но тем не менее, и вот за этот один раз, если вот это вкуснее, то лучше я буду брать ее, нежели обычный роллтон. В общем, пробуем. Если честно, друзья, вот этот роллтон, который, давайте будем его называть китайским, а тот обычный роллтон. Китайский роллтон, он менее насыщен вот этими специями, он не такой острый, переперченный. А тот роллтон, который обычный, он такой острый, прям ешь, и так изо рта горит все. А здесь прям, ну, не чувствуешь такого, поэтому плюс этому роллтону за это. В прошлом выпуске я у вас спросил, стоит ли мне оценивать продукты, которые я пробую. Большинство из вас ответили, что да, стоит. Значит, теперь пришло время оценивать те продукты, которые сегодня я пробовал. Вначале я пробовал так называемую карамбулу. Давайте я пишу плюсы и минусы. Плюсы. Очень красиво выглядит, очень вкусно, необычный вкус. Можно украсить стол, минусы, ну, не так-то и дешево стоит, а именно 56 рублей стоит наша карамбула. Вот, из-за того, что такая большая цена за такой маленький фрукт, скорее всего, я поставлю девяточку из 10 возможных баллов. Если бы цена была, ну, рублей 20 хотя бы, то десятка однозначно, а так 9. Что же касается нашего так называемого китайского роллтона, как мы с вами договорились его называть, то наоборот, ему я прибавлю 1 балл за то, что он не такой острый, живот не будет, скорее всего, валить после того, как ты его съешь в дороге, в поезд. А еще плюс, у него очень мягкая лапша по сравнению с той, которая в обычном роллтоне за рублей 10, наверное. Вот, поэтому я 1 балл добавляю и ставлю не 5, как хотел до этого, а 6 возможных баллов. Вот и подходит очередной выпуск передачи под названием Unusual Food к своему завершению. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, на канал Визов. Все ссылки находятся, естественно, внизу в описании под видео. А на этом все. Меня зовут Никита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok